Здравствуйте дорогие зрители телеканала ДВК Медиа. Сегодня в нашей студии депутат Законодательной Думы Хабаровского края Вадим Александрович Воеводин. И сегодня мы поговорим с ним как о его политической деятельности, так и о литературном творчестве. Первый вопрос, с которого я хочу начать, как вы оказались в Комсомольске и чем занимались в нашем городе? Благодаря родителям, отец у меня военнослужащий, офицер советской армии, и его перевели сюда по службе в Комсомольск на Амуре. Сам я родился в городе Баку. За время службы приходилось мне ездить с родителями, где я только не жил в Забайкалье, в Якутске, в Краснодарском крае. Вот в середине 80-х приехал в Комсомольск на Амуре. В наше время все-таки много читали художественной литературы, поэтому я о Комсомольске на Амуре уже кое-что знал к этому времени. Я прочитал, что, ну, во-первых, роман Веры Китлинской, мужества. Потом я знал, что читал мемуары генерала Преображенского, который бомбил Берлин. Знал, что самолеты эти были дальние бомбардировщики, в том числе вот самолеты такой модели делались в Комсомольске на Амуре на авиационном заводе. И знал, что здесь, правда, не по своей воле проживал Николай Заболоцкий, прекрасный русский поэт. Вот поэтому приехал сюда, конечно, в город с широкими проспектами. Так что вот с середины 80-х живу в городе Комсомольске на Амуре. Здесь закончил Амурский, сейчас называется, гуманитарно-педагогический государственный университет по специальности истории. Как получилось, что вы пришли в политику? В политику я пришел, потому что каждому человеку свойственно заниматься духовно-нравственными поисками. Собственно, смысл жизни человека может быть в этом. Жить по некой морально-нравственной системе ценностей, отчасти, я думаю, это повлияло, потому что, когда я увидел, что жизнь меняется, то есть мы выросли в определенной системе ценностей, мы были воспитаны в этой системе ценностей, воспитаны не только, скажем, образом жизни, но и русской литературой. А русская литература, она по сути своей вообще антибуржуазна, в том числе историческими примерами были воспитаны. И когда я увидел, что в обществе царят политическое лицемерие, особенно вот это чудовищное социальное неравенство, которое многих раздражает, а я, как человек все-таки с историческим образованием, прекрасно понимал, что это мина замедленного действия, которая рано или поздно сработает, которая способна разрушить государственную систему, что это, в общем-то, жизнь несправедлива во многом. Я решил сам заниматься политикой. Я посмотрел, что Коммунистическая партия Российской Федерации, смотрел, что эта программа очень близка мне. И когда я увидел, что после ухода Ельцина партия вдруг начинает терять популярность, я решил все-таки тоже идти в политику и заниматься политикой, именно вступить в ряды Коммунистической партии Российской Федерации, потому что программа этой партии была мне близка. Я сперва пришел просто в партийную организацию работать. Вступил в партийную организацию, ну а потом работал помощником депутата Законодательного Думы Хабаровского края Дронченко. Пришел, работал у него помощником депутата, а потом стал депутатом Законодательного Думы Хабаровского края. Когда наблюдаешь за работой депутата, становится понятно, какая партия у нас правит балл, и кому оказывается предпочтение со стороны власти, ну в том числе и финансовая, безусловно. Если бы вы избирались в Краевую Думу сейчас, сменили бы партию? Вам принципиально находиться именно в КПРФ? Какая партия проет бал, я думаю, достаточно наглядно свидетельствует состав законодательной Думы Хабаровского края, где из 36 депутатов 30 представителей партии «Единая Россия». Если мы возьмем Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, там за партией власти конституционное большинство. Поэтому, естественно, эта партия несет полностью ответственность за все, что происходит в стране, за антинародные законы. Это вопрос к избирателям. Потому что я всегда говорил, я повторю, что бюллетень для голосования – это оружие для защиты социальных прав, гражданских. И надо им умело пользоваться. Ну, менять политическую партию, ну извините, я-то вступал, когда в политическую партию, я же шел не карьеру делать. Я же не собирался быть чиновником. Я собирался заниматься политикой, как-то влиять на нашу жизнь, бороться. Это не громкие слова, действительно, потому что мы сами, так сказать, создаем государство, в котором живем. Мы сами влияем на формирование внутренней политики, в первую очередь, на то, будут существовать демократические институты или не будут, будет у нас полноценное гражданское общество или нет. Я шел, чтобы воплощать это в жизнь. Ну, это, вспомните, скажем, царские времена, к примеру, да. Губернаторы могли просто выслать любого человека в 24 часа из губернии, если им не нравился его образ, мысли и так далее. То есть, если мы хотим жить в нормальном государстве, по закону, а не по понятиям, то мы должны прилагать какие-то усилия к этому. Вот, собственно говоря, я с этой целью и пошел в политику. А менять политическую партию зачем? Люди, которые, скажем, бегают из одной политической партии до партии в другую, они уважения не вызывают. Хотя, еще раз хочу сказать, к сожалению, в наше время политические партии часто используют как некий лифт, чтобы подняться там на ступеньку выше, сделать какую-то карьеру, потом уйти в другую партию. И вот правящие партии, они же меняются постоянно. Вот сейчас Единая Россия, ее авторитет падает. Там, скажем, через год появится, предположим, какая-то другая политическая партия, да, куда все чиновники сразу дружно перебегут с тонущего корабля. Ну, это может вызвать уважение у достойных людей. Находите ли вы закономерно, что начался уже отток из Единой России? Люди, вероятно, хотят идти самовыдвиженцами, они думают, так им будет удобнее победить на выборах в Городскую Думу. Но я думаю, что да, такая, скажем, тенденция, она будет усиливаться. Вы уже упомянули о соотношении сил в Краевой Думе и в Государственной Думе. В этом свете опускаются ли у вас руки, когда вы чувствуете бессилие перед политическим большинством? Так или иначе, наша работа дает плоды. Вот посмотрите, мы готовили целый ряд законопроектов. Они не были приняты Думским большинством. Но через какое-то время, скажем, с аналогичными законопроектами выходит правительство, края, губернатор. Может быть, под другим названием. Но суть от этого не меняется. И они принимаются. А как показывает время, законы, скажем, эти нужны, востребованы в Крае. Вы говорите в том числе о законопроекте о детях войны. Ну, о детях войны, который под другим названием уже был, так сказать, представлен в Думу правительством. Там об отдельных вопросах патриотического воспитания в Хабарском Крае его назвали. Но опять, суть-то не меняется. Пожилые люди получили статус «дети военного времени». Но законопроект в свое время мы предлагали «дети войны». Правда, там статус был. Для нас думская трибуна – возможность выступать. Говорить то, о чем никто, кроме нас, не скажет. Мы ведь говорили о проблемах краевого бюджета, о колоссальном государственном долге Хабаровского края. О том, что идут какие-то огромные, значит, расходы на правительство Хабаровского края, на губернатора, что это безобразие, что власть любит говорить о социальной, так сказать, солидарности с людьми. А тем не менее, в условиях ухудшения жизни, да, очень многих людей ведет себя безнравственно. То есть мы все это доносим до людей. Я думаю, это отчасти помогает людям потом делать правильный выбор. Когда они идут голосовать, те, кто внимательно следит за той информацией, что дают депутаты от оппозиции, да, кто читает, скажем, нашу газету «Народный авангард», или читает сайты, где наша информация расходится, или, скажем, другие оппозиционные силы дают информацию, да, основываясь, опять-таки, в том числе и на тех сведениях, которые от нас поступают в средства массовой информации. Я думаю, это помогает людям ориентироваться. Это очень важно. В развитом гражданском обществе должна быть очень сильная политическая оппозиция, должны работать институты, именно характерные для гражданского общества. Иначе просто будет правовой беспредел. Приходится ли вам, как депутату, идти на какой-то политический компромисс? Вы знаете, когда я шел на выборы, и мои товарищи шли на выборы, мы говорили, что, возможно, расклад сил в Думе будет такой, что повлиять на принятие тех или иных решений мы не сможем. Но никогда, ни при каких обстоятельствах мы не будем голосовать, скажем, за какие-то там доплаты депутатам, премии, надбавки всевозможные, о расходах на правительство. То есть мы будем верны своим обещаниям. То есть этого не будет. А если мы будем работать и голосовать, то только по законопроектам, социально значимым для людей, для жителей края, для бюджетников, для пенсионеров и так далее. То есть в этом плане совесть моя чиста. Вы говорите о компромиссах. То есть на компромисс с совестью я никогда не шел. Что понимать под компромиссами? Скажем, если предлагали законопроекты, и мы видели, что они нужны для людей, но предлагались они партии и власти, мы их всегда поддерживали. На компромисс с властью по вопросам, которые ухудшают жизнь людей, или которые дают какие-то преференции чиновникам, высокопоставленным чиновникам той же власти, никогда не шли. Это я говорю со всей ответственностью, потому что вот сколько я работаю в Думе, всегда мы выступали жестко против этого. Смена губернатора повлекла ли к смещению политических акцентов в Краевой Думе? Как политическое большинство отнеслось к приходу Сергея Фругала? Как отнеслись к новому губернатору? Ну, как к некой данности. То есть придется работать с этим человеком. Депутаты это прекрасно понимают. Проблема-то в другом. В том, что через год выборы будут, и теперь вот в этой ситуации, когда, скажем, депутаты законодательной думы Хабаровского края поддержали, вы знаете, антинародный закон о повышении пенсионного возраста, я думаю, придется очень сложно. То есть на выборах все может произойти, и я думаю, состав Думы может радикально поменяться. То есть вплоть до того, что у Единой России уже там может и не быть большинство. А пока вновь избранный губернатор будет работать с такой Думой, и депутаты будут работать с ним. Но не возникли ли какие-то лоббистские движения против инициатив губернатора? Да пока еще, как бы инициатив-то пока еще не было. А потом вы понимаете, если вот говорить там о сокращении чрезмерно раздутого бюрократического аппарата, но сама ситуация в крае такова, что при государственном долге там почти в 50 миллиардов, при дефиците бюджета в 12, а в следующем году, я смотрю, его пытаются сократить до 10 миллиардов. Но тем не менее, сейчас пока сложно говорить о бюджете на 2019 год. Я его внимательно, так сказать, изучал. Финансовые статьи по краевым государственным программам из 35, скажем, по 35 пока сокращения идут. Я задал вопрос председателю правительства, министру финансов. Ну, объяснили, что пока это первое чтение, будут поступать деньги из федерального бюджета на эти программы. Но пока ситуация сложная, поэтому, скажем, сокращение чрезмерно раздутого бюрократического аппарата просто необходимо. То есть этот шаг продиктован, еще раз говорю, финансовым положением края. Известно, что Хабаровский край сегодня находится в плачевном финансовом положении. Это исключительная картина, или она характерна и для других регионов страны? Вот по той информации, что я имею, практически все регионы Российской Федерации имеют долговые обязательства. То есть имеют долги. И суммы этих долгов в совокупности, они уже превысили 2 триллиона. То есть, к сожалению, эта картина характерна для подавляющего большинства регионов. Это такое положение не только в Хабаровском крае. Счастливое исключение составляет, может быть, Москва, Санкт-Петербург и так далее. Взаимодействует ли Капареев с оппозиционными общественными движениями города? Если да, то каким образом? А кто прислал, не написали? Не написали, это Дмитрий Николаев. Дмитрий Николаев. Понятно, отвечу с удовольствием. Когда-то, когда я только вступил в Коммунистическую партию Российской Федерации, работал, выходили мы на различные мероприятия, я заметил, что в основном такие мероприятия проводила только Коммунистическая партия Российской Федерации. Сейчас картина изменилась радикально. Сейчас появилось много общественных движений. В частности, общественное движение в городе появилось, называется «Сила народа». Они самостоятельно проводят такие мероприятия. Более того, они вместе с нами проводят такие мероприятия. Достаточно вспомнить, позорный полк проходил в городе, где бросали в макет помойной корзины. Все, кто имел прямое или, скажем, опосредованное отношение к пенсионной реформе. Общественные движения в городе появляются. Это хороший признак. Это значит, растет самосознание людей. Люди понимают, что надо бороться за свои права. Если общество не готово бороться за свои права, то, извините, завтра мы можем оказаться в таком положении, что, ну, как это уже и было в нашей истории, да, помните, когда человека могут без суда и следствия просто взять и посадить. А когда, скажем, правоохранительные органы, даже работая, понимают, что они под контролем общества, когда до власти постепенно начинает доходить, что надо жить, так сказать, по законам, по конституции, вот это вот и дает надежды на лучшее будущее, на то, что мы будем жить в стране, которой будем гордиться. Завершим тематику политическую еще одним вопросом, присланным от того же Дмитрия Николаева, кстати. Много ли молодежи в рядах Коммунистической партии Российской Федерации? И что, собственно, нашу молодежь влечет к вам? Ну, хотелось бы, чтобы у молодых людей было побольше. Молодых людей мало и в других политических партиях. Тем не менее, молодежь есть, безусловно. Ну, что молодежь влечет? Очень часто люди идут работать на предприятия, сталкиваются с чудовищной эксплуатацией, начинают задумываться о жизни, начинают что-то понимать и идут в Коммунистическую партию Российской Федерации, вступают. Ну, собственно говоря, я такой путь прошел. Я тоже ведь стал задумываться над тем, что наша страна идет куда-то не туда, что если не мы, то кто? Кто, собственно говоря, будет-то бороться, если мы не все вместе будем решать какие-то задачи, отдавать все, скажем, на откуп кому-то, на откуп власти, на откуп чиновникам. Ну, мы-то сами власть. Мы, народ. Мы должны быть властью. Согласно Конституции? Ну, да. Согласно даже здравому смыслу. Поэтому я, собственно, когда шел в политику, я так и думал, что иду бороться за свои права, за права людей, готовить какие-то социальные законы, контролировать, скажем, исполнительную власть. Ну, то, с чем мне пришлось столкнуться, к сожалению, да, далеко, скажем, оказалось далеко от моих представлений, скажем. Вот. Какова природа власти нашей? Я думаю, вы прекрасно знаете по сочинениям Гоголя, Салтыкова, Щедрина и так далее. Самое любопытное, что мало что изменилось. А может быть, какие-то чиновники стали более цивилизованными. Но, тем не менее, к сожалению, попадаются очень знакомые по Салтыкову, Щедрину типажи. Мы сами должны понимать, что от нас все зависит. От того, ходим мы на выборы или нет, участвуем мы в общественной политической жизни или нет. Через год будут выборы в Городскую Думу. Пусть те, кто чувствует в себе силы, желание, возможность работать в Городской Думе, ну, считают, что обладают необходимыми знаниями, пусть идут, пусть пробуют свои силы. Потому что, на мой взгляд, сейчас в представительных органах власти, законодательных органах просто засили предпринимателей. Ничего, как говорится, против не имею. Ну, это ненормально. Не должно быть в представительном органе большинство, скажем, предпринимателей. Там должны быть люди самых разных профессий. Рабочие, интеллигенция. Мы вас знаем не только как депутата, но еще и как писателя, как поэта. У вас есть своя страница во Вконтакте, литературная страничка. В связи с этим я хотел спросить, как вы все-таки пришли в творчество? Когда это у вас началось? Ну, это в старших классах началось, в школы. И, как правило, это связано с любовными переживаниями. Так появляются первые стихи. Ну, я не знаю, как у других, но я думаю, все-таки у многих именно это становится побудительным толчком для творчества. Но творчество – это вообще характерно для человека. Это, собственно, то, что отличает нас. Вот если вот сейчас вы, если бросить взгляд назад на ваши, на ваши первые шаги в творчестве, как бы вы их оценили? Это детские стихи или действительно они представляют из себя что-то серьезное? Тетрадь с моими ранними стихами пропала. Я на память ничего не помню, но я думаю, что это были все-таки относительно слабые стихи, хотя наверняка какие-то проблески, дарования там были. Настоящие поэты, как они совершенствуют свое творчество? Есть ли какой-то механизм для этого? Безусловно, я думаю, необходим определенный уровень все-таки культуры и знакомства с творчеством других поэтов. Я всегда следовал все-таки классической традиции. Но есть поэты-новаторы, поэты-авангардисты, модернисты, постмодернисты. Это дано, наверное, все-таки от природы. И если это дано человеку, то даже бывает, он бросает писать, не пишет несколько лет, потом все равно к этому возвращается. То есть уйти от этого невозможно. Вы уже сказали, что вам ближе все-таки классическое поэтическое искусство. Классическая традиция. А как вы относитесь все-таки к тем новаторским течениям? Кстати, новаторские течения в поэзии, они же не сегодня, не вчера произошли. Они же им многим и более ста лет. Я вообще отношусь очень хорошо ко всем талантливым поэтам, ко всем, кто пишет талантливые стихи. Есть поэты вообще для поэтов, как, к примеру, Велимир Хлебников. Но я с огромным удовольствием его читаю. А что значит поэт для поэтов? Человеку, скажем, неискушенному в литературе он будет непонятен, он будет сложен для восприятия. То есть должна быть все-таки определенная культура, в том числе культура литературная. Отражается ли Ваша политическая деятельность на литературном творчестве? То, что я пришел в политику, то, что я стал заниматься политической борьбой, это во многом опять-таки связано с любовью и интересом к русской литературе. Она тоже толкает человека бороться за справедливость. Потому что еще раз говорю, что по сути-то наша литература, она глубоко антибуржуазна. Не только там Максима Горького, если читать, но даже Льва Николаевича Толстого или Антона Павловича Чехова. То есть, безусловно, повлияло, безусловно, она формировала меня как личность. Ну и родители, конечно, в первую очередь семья формировала, но в том числе и литературу. В общем, у нас в семье любили литературу, читали нам много. Кто первым слышит ваше новое произведение, ваши стихи? Проблема-то в том, что я стараюсь публиковаться время от времени, но в основном очень много пишешь в стол, потому что сейчас нет таких возможностей, как, скажем, в советское время, когда журналы выходили миллионными тиражами. Вы знаете, сейчас, скажем, книги издают, как правило, на свои деньги. То есть, мы вернулись к тому, что было до революции, когда там очень хорошие поэты часто издавали на свои деньги стихи. Я имею в виду период, который называют Серебряным веком русской литературы. И, как правило, эти сборники выходили тиражом 500, тысячи экземпляров. Ну, были, безусловно, поэты, которые зарабатывали неплохо. Но сейчас, мне кажется, ситуация даже может быть в чем-то еще хуже. Ну, может быть, там друзья, родные? Ну, нет, но, безусловно, они читают. Безусловно, конечно. Хотелось бы, чтобы побольше людей читало, потому что, конечно, когда ты пишешь, ты пишешь все-таки для себя. Но потом хочется, чтобы это стало достоянием многих. Большая часть ваших стихов, ну, по крайней мере, из тех, что я читал, написаны в таком, в минорном оттенке. Это влияние российской действительности или личной жизни, или что? Знаете, что-то подобное у Есенина спрашивали. Есенин сказал, что Россия – страна печальная. Есть стихи у меня такие. Ну, я думаю, что это больше, может быть, настроение. Потому что, ну, мы же живем короткое время. Что там дальше будет после смерти, мы не знаем. Что было до нас, скажем, мы ведаем только из исторических сочинений, из летописей и так далее. То есть вот этот короткий миг бытия, он уже настраивает, как вы говорите, на печально-философский лад. Владимир Александрович, может быть, мы познакомим наших зрителей с вашим творчеством, чтобы они услышали вживую? С удовольствием, с удовольствием. Когда ты выходишь из пены морской, созвездия мерцают у ног, И россыпью млечной спешат за тобой, бросаясь на влажный песок, И море, что помнит о древних богах, вскипая, шумит за спиной, И как, поднимая тебя на руках, укрыть от печали земной, Забудем на миг, что бессмертия нет, что все ускользает, как сон, И встретим, как боги, холодный рассвет у моря, где плавал я сон. Ну, еще одну стихотворение прочитаю. Задует ветер на крещенье, закружит снег над мостовой, И словно в первый день творенья, исчезнет все со снежной мглой, И ты в полночный хаос выйдешь, где лед мерцает, как слюда, И в мутном свете вновь увидишь бульвар в сугробах провода, И пар от твоего дыхания сольется с бездной ледяной, И тайный разум мироздания, всего лишь бедный разум твой. Вадим Александрович, если бы вы вдруг решили издаваться, полное собрание издать, то какой объем бы это занялось? Я думаю, что одной книги было бы достаточно. Я, честно говоря, никогда профессионально не занимался литературой, Я занимался в основном для своего удовольствия. То есть я получаю удовольствие от этого процесса, От творческого процесса. И, честно говоря, я никогда не думал зарабатывать на литературе деньги. Более того, я, может быть, как человек здравомыслящий, Понимал, что это, в принципе, невозможно в наше время. Но мы же все-таки, то есть вы поэты, вы же все-таки пишете для людей? Для людей, безусловно. Я надеюсь, что это люди будут читать, Что, может быть, даже эти стихи меня переживут, И их будут читать и вспоминать обо мне. Но я надеюсь, что в России изменятся обстоятельства, И мы все-таки увидим вашу книгу как-нибудь. Ну, безусловно. Дело в том, что у меня были книги. У меня были книги. И вот Хабаровское отделение «Союзописатель» выпускало книгу «Мраморный ангел». Называется. Но она выходила тяжем 500 экземпляров. Просто мгновенно расходится. То есть, в основном, я так понимаю, по рукам. Хорошо, спасибо за интервью. Спасибо вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!